Уточненные данные поступают из Красноярского края, где разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек. По последней информации, погибших 10, среди них и экипаж. Остальные выжили, все в реанимации. Машина перевозила бригаду нефтяников и рухнула на берег Енисея почти сразу после вылета. Репортаж Дмитрия Толмачева. Вертолет Ми-8 разбился в двух километрах от аэропорта Игарки через несколько минут после взлета. Спасательная операция началась сразу же. Борт совершил тяжелую посадку, воткнулся носом в берег реки Енисея. Работники аэропорта с помощью своих сил и средств и двух снегоходов выдвинулись к месту падения данного вертолета, где были обнаружены пассажиры данного борта. На борту находилось 22 пассажира и три члена экипажа. Судно без замечаний прошло предполетный осмотр. Погода, как сообщили в МЧС, всего минус 15 и небольшой ветер не вызывало никаких опасений. Что стало причиной крушения, сейчас выясняют следователи. В настоящее время изымается техническая документация в авиакомпании Туруха на воздушное судно, потерпевшее крушение. А также изымаются образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно. Кроме того, изымаются документы, подтверждающие освидетельствование экипажа перед вылетом. А также изучаются условия загрузки воздушного судна перед осуществлением полета. Сигнал о происшествии поступил в региональное управление МЧС ближе к полудню по местному времени. Первыми в Игарку выдвинулась группа спасателей из ближайшего Туруханска. Еще одна сейчас на пути туда из Красноярска. В ее составе бригада врачей санитарной авиации Центральной краевой больницы. Они везут медицинское оборудование и запасы крови для переливания. Известно, что все пассажиры, вертолеты, это сотрудники крупной нефтедобывающей компании. Они направлялись на вахту на нефтяное месторождение по факту крушения. Вертолетами-8 уже возбуждено уголовное дело. Пятница, 27 ноября, в Красноярском крае объявлено днем траура. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Первый канал.